В этом видео я украшаю модель бабушкиными салфетками, иронизирую над фирмой Трумпитер и работаю с чертежными инструментами. Всем привет! Вы на канале Даша Моделс, и сегодня я буду собирать редкие гости на моем столе. Это набор от Трумпитера, и это Урал. И очень много в комментариях людей, которые боготворят эту фирму, и на самом деле мне она не понравилась, и я расскажу почему. И эта фирма также является немножко нечестной, потому что в наборе, при покупке этого набора, вы ожидаете автомобиль с тентом, а на самом деле его нет. И в этом видео вы узнаете, как из подручных средств при помощи скрепок и, например, бабушкиных салфеток, вы можете соорудить такой тент. Итак, поехали! Довольно часто ко мне в комментарии приходят хейтсер-звезды, утверждая, что модели от Трумпитера лучше. Но в этом видео я решила это проверить, и заодно сделать очередную модель Талисман. Это ранний Урал 4320, и у него короткий капот, это одна из главных его отличительных особенностей. Звезды несколько лет назад выходил подобный Урал, но поздний, с длинной мордочкой. Именно такие поздние машины сейчас активно поставляются в армию. Я делаю боевую машину своего зрителя, а она у него именно раннего образца, что меня немножко удивило. Мне до этого времени казалось, что таких Уралов в армии уже не осталось. А звезда модель такой машины не делает, так что мне пришлось обратиться к китайскому производителю. Ценовой диапазон у звездовского Урала и у китайского примерно одинаковый. Зато у китайца есть плата фототравления, и главные детали, которые я возьму оттуда, это будут брызговики задних колес. А купить все необходимое для работы над такой моделью, и саму модель можно в магазине Модельная лавка. Там вы можете найти и спиртовые краски от Мачете, это русский аналог Томии. А применяя этот промокод на свою первую покупку, вы не только сэкономите 500 рублей, но и поддержите мой канал. Ссылочка на магазин и промокод есть в описании к видео. Но в остальном китайский товарищ проигрывает лобнинской модели. После шасси от звезды смотреть на китайскую поделку откровенно грустно. Двигатель совсем не похож на двигатель. И благо он будет спрятан под капотом. Особенная вишенка на китайском торте – это отзеркаленная надпись «Урал» на одной из боковин капота. Я понимаю, что китайцы воспринимают кириллицу примерно так же, как мы, аероглифа. Но неужели было настолько лень сравнить с фотографиями? Благо такой Урал не самый редкий зверь. И тем не менее, я собрала китайское творение моделизма и наметила дуги тента. И да, модель, например, от звезды предлагает нам сделать модель в двух вариантах – с тентом и без. А Трумпитер альтернатив не дает. Но мне нужно было сделать именно образец с тентом. И для этого мне пришлось из скрепок сделать дуги. Согнуть их под примерно нужным углом и разместить их примерно в тех местах, где они должны быть. Тут особая точность не нужна, ведь этот тент скроет все недочеты. И да, на прототипе сами дуги тоже погнуты. Я модели грузовичков условно делю на три части – это рама, кузов, шасси. И в таком виде модель у меня пойдет в окраску. И вначале я, конечно же, грунтую. Делаю я это при помощи аэрозольного грунта от звезды. И в своем недавнем стриме я критиковала этот грунт за непостоянство качества. Так что применяйте его на свой страх и риск. Раму я окрашу в шинный цвет красками от Мачете. Это новый отечественный производитель красок. Это, можно сказать, российский аналог томии. Спиртовой акрил со всеми своими недостатками и преимуществами. Также черным цветом я покрашу углубления и трудонаступные места с прицелом на то, что в случае непрокраски там будет зиять не серый грунт, а черная тень. Так что черный цвет встречается в природе намного чаще, чем серый. Когда я рассматривала прототип, я долго не могла понять, какой цвет мне нужно взять за основу. Во-первых, фото были сделаны либо на закате, либо на рассвете. Так что это очень сильно искажает цвет. А это, кстати, уже не первый мой боевой Урал-талисман. В конце прошлого года я уже сделала похожую машину в 43-м масштабе. И это был поздний Урал. И у него тоже был такой же синевато-зеленоватый оттенок. Так что в этот раз на Большом Урале я тоже решила воспроизвести этот цвет. И тут я использую краски от Мачете и замешиваю несколько цветов. Собственно, зеленый, холодный темно-серый оттенок и немножко белого. А потом в основной цвет я добавлю чуть больше белого. И таким более светлым оттенком я пройдусь по верхним поверхностям Урала. Ну а больше контента обо мне вне моделизма или неудачные дубли моей эмоциональной дубли вы можете найти на моей страничке на Бусти. А также вы можете поддержать там мою работу. Ссылочка на Бусти есть в описании к видео. А также большое спасибо моим спонсорам, которые поддерживают меня через функцию спонсорства и на YouTube, и через ВК Донат, и в моей группе ВК. Ссылочка на группу также есть в описании. А в группе я публикую мои текущие стройки и также работы моих зрителей. К моему удивлению, такие старые Уралы продолжают свою службу спустя аж 30 лет. И мне хочется рассказать, как так получилось и с какими проблемами столкнулся завод Урал на рубеже эпох. В советское время мощность производства Урала составляла 30 тысяч машин в год. Это заметно уступало показателям таких советских гигантов, как ЗИЛ или КАМАЗ. Маленькие размеры оказались гораздо более подходящими для новой капиталистической эпохи. Потому что компания не имела колоссальных расходов и масштабной инфраструктуры, которую необходимо было задержать. Всего того, что унаследовали ее соотечественники. Однако площадь завода все-таки составляла 13 квадратных километров. И сам он, как и большинство советских предприятий, мог производить практически все. От каек и болтов до готовых грузовиков. Объем выпуска в 1991 году, в последнем году Советского Союза, составил 31 371 единицу. Это чуть меньше, чем годом ранее. Примерно на 200 единиц. Сюда входила и партия Уралов 43-2001, поставляемых в ООН. И это для Урала стало пиком. А с распадом страны произошел и резкий спад числа заказов. Когда советская армия прекратила свое существование, потребности военных снизились особенно сильно. Что для завода стало настоящей проблемой. Поскольку поставки вооруженным силам в предыдущие два десятилетия составляли аж до 60% объема всего выпуска грузовиков. И настало время ручных работ. Мне предстоит окрасить элементы салона Урала. И его экстерьер. Например, металлическими маркерами от JamScale я окрашу отражающие поверхности фар. А подножку я окрашу акриловыми красками от фирмы LuxArt. Это новый производитель красок из Крыма. И сейчас я активно тестирую их продукцию для применения в моделизме. И на данный момент я не могу сказать, насколько хороши эти краски или нет. Тем временем Урал старался побыстрее расширить гражданскую составляющую своего бизнеса. Взяв за основу нишу автомобилей для нефтяной, газовой, лесной и сельскохозяйственных острослей. Которые работали на бездорожье. В 1992 году партию из нескольких сотен грузовиков экспортировали в Китай. Китай, где они пользовались очень хорошей репутацией. Тогда же из ООН поступил заказ на 50 машин белого цвета. При этом, чтобы обеспечить загрузку завода, Урал счел необходимым заняться выпуском других продуктов, такие как запчасти для легковых машин, сельскохозяйственные инструменты, литые печные арматуры и даже мебель. А планы по внедрению собственной линейки дизельных моторов с воздушным охлаждением на базе проекта Суша, значит, вы еще в конце 70-х годов прошлого века, к сожалению, стали жертвой распада Советского Союза. После того, как окрашенные элементы высохли, я могу нанести смывку на кабину и на кузов Урала. И делаю я это для того, чтобы выделить рельеф грузовичка. Ведь масляная краска отлично проливается в углубление модели, и таким образом она становится более объемной и интересной. И тут важный факт, ваша поверхность должна быть довольно глянцевой. Также я поработаю над остеклением Урала, и мне надо окрасить резиновые уплотнители стекол и покрасить прозрачными красками повторители поворотников. А на крыше я покрашу в черный цвет основу для огней автопоезда. Урал собирался еще в начале 90-х годов оснащать половину своих грузовиков двигателями комбатами, а вторую половину дизелями с воздушным охлаждением производства казахстанского завода. Но когда Советский Союз разделился на независимые государства, а строящийся дизельный завод оказался отрезан границей от своего владельца и главного покупателя, стало понятно, что осуществить это не удастся. И таким образом двигательный вопрос очень сильно повлиял на развитие предприятия в перестроечное время. А эта история началась еще в сентябре 1969 года, когда министр автомобильной промышленности Александр Тарасов посетил франкфуртский автосалон. Тарасов, который подписал в 1966 году исторический договор с ФИАТ о развитии автозавода «Лада», прибыл в Германию, чтобы отыскать потенциальных партнеров для поддержки крупных инвестиций в СССР, в автомобильную промышленность и развитию огромного нового завода грузовиков, который затем получил имя «КамАЗ». На фото прототип выглядит довольно потрепанным, и, например, на этапе сборки я умышленно погнула передний бампер, а для дополнения образа повыдавшего вида автомобиля я при помощи губки для мытья посуды нанесу хаотичные сколы. Ну и как же уже без последней буквы в латинского алфавита на современной боевой машине? Я нарисую запрещенный в Европе символ при помощи крымских красок. Тут я показываю, как я клею прозрачные элементы. И для этих целей я использую клей для прозрачных деталей от производителя Pacific 88. У меня до сих пор есть вопросы к двум цифрам в названии бренда. Будем надеяться, что они имели в виду год рождения основателя фирмы, или же две бесконечности, поставленные вертикально. Но 14 баночек этого производителя мне пришлось докупить. Ну а теперь самое сложное и интересное. Мне предстоит сделать тент. На сайте Авито я нашла размеры тента для грузовиков Урал. Видимо, кто-то их продает в больших количествах. Вопрос только, насколько это легально. Я использую масштабную линейку. Я делаю эскиз будущего тента на обычном листе бумаги. Все размечаю, вырезаю и примеряю на модели. Так что школьные уроки, кройки и шитья прошли недаром. В то время как внешнеторговые представители Mercedes-Benz СССР вели переговоры, делегацию Тарасова впечатлило увиденное на экспозиции «Магирус Дойц». Особенно двигатели с воздушным охлаждением. Некоторые могли не закипать даже в самых жарких регионах СССР и не замерзать в самых холодных. И в следующем году заместитель Тарасова Лев Васильев, который в дальнейшем занимал должность генерального директора КамАЗа, вернулся из поездки на моторный завод «Дойц» в немецком Ульме с подборкой из грузовиков «Дойц» с силовыми установками «Магирус», а также 26 двигателями. Инженеры НАМИ провели следующие несколько лет, испытывая эту технику, и почти до полного ее разрушения. Одним из тестов заключался в сцеплении «Магирус Дойц» с «Уралом-375» и отправке этой комбинации в пустыню. Требовалось проверить, сможет ли система воздушного охлаждения немецкого грузовика справиться с большим количеством пыли, отбрасываемым его комбоем, при работе в жарких регионах СССР. Некоторые двигатели устанавливали на «Урал-375» для дальнейших испытаний, и поэтому ничуть не удивительно, что проект «Суш» оказался идеальной платформой для разработки концепции советского грузовика с воздушным охлаждением. Главный конструктор «Урала» Александр Романченко в скором времени начал усиленно работать над введением советского дизеля с воздушным охлаждением в производство. ГАЗ также хотел внедрить аналогичные моторы в свой модельный ряд, хотя и рассматривал агрегаты меньшего объема, как лучше подходящие для его более легких грузовиков. Вместо того, чтобы заново изобретать колесо, в 1982 году «Урал» подписал соглашение с «Дойц» о лицензионном выпуске немецких дизелей в СССР. Это соглашение не стало первым для социалистического государства и «Дойц». Югославский завод грузовиков там тоже производил моторы и их конструкции. Первым советским дизелем с воздушным охлаждением стал 323-сильный V8 немецкой компании объемом в 11 литров. Этот агрегат отлично зарекомендовал себя в грузовиках «Магерус», включая «Магерус 290D», который импортировал в Советский Союз для работы на Байкало-Амурской магистрали и тогда впечатлил всех, кто его использовал. А дальше мне пришлось найти бумажную салфетку без перфораций и без объемных узоров. Это было довольно сложное дело, но я справилась и нашла подходящую салфетку. Только не пугайтесь рисунку, он в дальнейшем будет закрашен. Вожделенную салфетку я намочила обычной войдой и положила ее на дуги тента. Лишние края салфетки я обрезаю обычными ножницами. А потом для фиксации полученного результата я обмакиваю салфетку жидким клеем ПВА. А после того, как клей высохнет, салфетка навсегда сохранит нужную мне форму. А потом я просто окрашиваю тент в нужный в данном контексте цвет. Это темно-зеленый оттенок. Для размещения производственного центра двигателей с воздушным охлаждением выбрали инженерный завод Кустанай. Это ныне город на севере Казахстана, вблизь российской границы. Основанный в рамках группы предприятий Урал, Кустанайский дизельный завод по планам должен был выпускать по 40 тысяч агрегатов в год. В 1986 году Кустанайский дизельный завод собрал свой первый прототип двигателя на базе конструкции Дойц. Им стал Урал 744-10, в систему охлаждения которого внесли изменения по сравнению с немецким оригиналом, чтобы он выдерживал более суровые условия, которые преобладали в СССР. В следующем году новый дизель скрестили с Уралом 43-22 для создания нового прототипа в семействе Суша. Этот шеститонный грузовик получил цельнометаллическую платформу. Имея ту же производную от КамАЗа кабину, что и ранние члены семейства Суша, новая версия комплектовалась измененными воздухозаборниками, которые располагались высоко с левой стороны кабины, а также дополнительными обогревателями и подрессоренным водительским сидением. Также на Урал мне нужно нанести стандартизированную последнюю букву латинского алфавита. Эти декали мне делали на заказ, и работать с ними нужно так же, как и с любыми другими декалями. Я смачиваю их в воде на протяжении 20 секунд, и теперь переношу на нужное место. А при помощи обыкновенной нити я сымитирую трос, который держит тент. Благо скобы на модели отлично проработаны. Кустанайский завод подготовили к выпуску двигателей в 1990 году, а в июне 1992 года линейка Урал-4322 поступила в полномасштабное производство в специальном цехе Урала для прототипов и моделей ограниченных серий. Хотя ряд Уралов с воздушным охлаждением в 1993 году дополнили тягачами и самосвалами, их производство носило крайне нерегулярный характер и закончилось в 1994 году. Соглашение с Дойц утратило свою силу, и моторный завод закрыл свои двери в 1995 году, после выпуска всего 405 двигателей. Завод стоял без дела до 2003 года, когда его выкупил холдинг Агромаш, один из крупнейших предприятий в Казахстане по производству и продаже сельскохозяйственной техники, а также в партнерстве с Сан Йонг легковых автомобилей. Завод перестроили и переоборудовали, и теперь он производит комбайны под брендом Эсил. И это логичный поворот для региона, специализирующегося на сельском хозяйстве. И таким образом Урал остался без еще одной попытки оснастить свои машины современными двигателями. И вскоре произошел пожар на двигательном производстве в набережных Челнах, и грузовик пришлось переделывать под другой, более габаритный двигатель. И также я добавлю, что проблемы с двигателем преследовали мяских машиностроителей изначально. Удачный Урал 375 страдал излишней прожорливостью топлива, при отличных характеристиках шасси. Маскировочные сети – это тренд современных боевых действий, и не избежал этого тюнинга и этот Урал. А прошлой осенью я купила два набора с готовыми маскировочными сетями от фирмы ZIP на модельной лавке. И два листа ушло на четыре модели. Это два брутальных КамАЗа бензовоза, а также бортовой Урал в 43-м масштабе и на этот большой Урал. Крепить сети я буду на суперклей. А для придания более интенсивного цвета сети я окрашу некоторые участки в разные оттенки – и желтого, и зеленого, и также коричневого цветов. Продолжение следует... На фото прототип от Тентурала обмазан непонятной белой краской, и, видимо, это остатки от белой зимней маскировки. И мне надо будет это воспроизвести на модели также. И для этого я наношу бежевый-белый цвет кисточкой, и потом частично протираю его салфеткой. И вроде бы получилось вполне реалистично. Также на исходном фото Урал весь грязный и пыльный. Это тоже необходимо воспроизвести. И на это есть веская причина. Так что хейтерам мощного ветеринга это может не понравиться. Субтитры делал DimaTorzok И довершат образ грязевые брызги испанской химии. Я совсем забыла расположить на корме трос. Тут мне пригодится продукция молодой белогородской фирмы Грань. И у них получился отличный трос, который пришелся Уралу как раз кстати. И вот такая модель у меня получилась. И на самом деле китайцы нас обманули не только с Тентом, но и с надписью Урал. Здесь я спрятала конечно все это за специальной маскировочной сетью. Но шилдик Урала слева и справа стороны сделан с одной стороны правильно, а с другой стороны просто зеркально и кверх ногами. Так что ничто хорошего в этом Трумпитере я не нашла. И набор от звезды мне показался даже намного проще и копийнее, чем набор от Трумпитера. И надеюсь у вас тоже получится такой же брутальный динозавр, как у меня. Настоящая боевая машина, ветеран боевых действий. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...